Вы знаете, меня всегда удивляло, почему такой грандиозный писатель, как Шолохов, написал «Тихий дон» и «Поднятая целина». Ладно, они сражались за родину, это уже не того уровня произведения, и все. Почему вы, Пахмутова, Антонов, ряд других значительных композиторов, после вот такого массового выброса гениальных произведений прекратили писать хиты? Что это? Вы все сказали, вы все написали, или нет потребности, нет внутреннего ощущения? Ну, это, в общем-то, вопрос такой, который... Риторический, абсолютно. Отвечательный, надо что-то объяснять. Можно объяснить, например, следующее, что хит, по сути дела, это результат. Это не само произведение, понимаете? Это результат, и все... Своенного союза. Сегодня все знают, что был хит, значит, нужно. Нужно здесь... Любой продюсер вам скажет, нужно, ну, выбрать более-менее подходящего певца, или певица, кто хорошо выглядит, умеет двигаться, и одеть, причесать, мимеджмейкеры... Вложить деньги. Вложить деньги. В то, в то, в то, в это, в другое. Звукозапись, аранжировки, сочинения есть. И эфир, который должен довольно часто повторяться в течение какого-то времени. И вот, если весь этот комплекс соблюсти, то это... Тогда может быть... Те предпосылки, которые помогают... Собственно, без которых хита не будет просто. Какое бы произведение там не было сочинено, понимаете? Может быть, какие-то совершенно редчайшие случаи, чтобы было что-то наоборот. Вот не так, как я говорю. И вот в советское время вот это всего, в общем, композитору делать было не нужно. Да и певцу, в общем-то, тоже. Три канала, да? Да. Нужно было просто постараться сделать поярче, получше, поинтереснее, чтобы как-то само немножко пробивалось, понимаете? То есть, та энергетика, которая заложена и в сочинении, и в саму эту песню, и, я не знаю, там время, может, за пять минут сочинить или там за год, неважно. Главное, что это какая-то очень большая концентрация энергии именно на само произведение. А вся остальная механика, она происходила уже... Один раз в утренней почте, и все. Да, помимо нашей воли, не говоря о том, что это действительно централизованный эфир. И, в общем, какой-то набор тоже, джентльменский набор исполнителей, довольно часто звучащих, признанных, так сказать, официозом, которые и публике нравятся, и все-все-все. Когда начинались какие-то... Какой-то отход от этого стандарта, как это случилось, когда мы встретились с Валерием Леонтьевым, то начинались проблемы. Вот. И, по сути дела, вся эта машина мощнейшая, она работала на раскручивание вот этого хита. Поскольку все-таки композитор, исполнитель, поэт очень были сконцентрированы на том, чтобы сделать произведение достаточно емкое, которое само по себе имеет в себе возможности, то очень часто, в общем, был вот такой результат. Правда, сегодня никто не вспоминает о фантастическом количестве макулатуры, которая звучала в этом же эфире. Ну, потому что там уже... Она позвучила в конечном... Патриотические песни, в частности. Так, повторы, собственно, были только потому, что шли письма радиослушателей. Это, как бы, интерактив была обратная связь. Вот такая механика. Я упомянул о Леонтьеве именно в связи с тем, что... Это совершенно новое было, правда? Валерий Леонтьев. Ну, пел он, допустим, не так, как Лещенко, Кобзон. Богатиком. Или Хилл или Богатиком. Хорошо. Выглядел он совсем уже не так. Абсолютно. Вы помните, как он выглядел? Штаны в обливку, да. Кроме того, он не стоял на месте. Понимаете? Если поставить камеру... Не уследит. Да. Не получается.